По кому звонит колокол в православных храмах 30 октября, знает каждый прихожанин. Вспоминать политических заключенных советских времен сегодня в России официально разрешено. Стали доступны многие архивы, секретные материалы, имена жертв. И здесь видно место с этой точки зрения особое. Екатерининский монастырь кровью связан со всеми теми местами, где были в плену или в неволе наши братья и сестры. Особенно в Ленинском районе это три места. Это Бутово полигон, Коммунарка полигон и наш Екатерининский монастырь. Спецобъект номер 110, Сухановка, дача пыток, как только не называли тюрьму для политзаключенных, которую разместили в монастыре. С 1939 по 1952 годы ее узниками стали более 35 тысяч человек. Почти все погибли. Среди них были высокопоставленные политики, военные деятели искусства. Осужденные жили в монашеских кельях и подвалах, а пыточная располагалась в Центральном соборе. В память о всех, кто томился в этих стенах, о всех невинно убиенных. На территории монастыря установлены крест и мраморная плита. Покой, Господи, души усопших равных. Сюда приходят те, кто, согласно закону о реабилитации жертв политических репрессий, относятся к числу пострадавших. И если лет 20 назад приезжали целыми автобусами, то сегодня в Ленинском округе осталось лишь 22 живых свидетеля тех страшных событий. Многие по состоянию здоровья уже не могут прийти. И в этом году упоминальные мероприятия посетили только три человека. Евгении Караваевой было всего шесть лет, когда она последний раз увидела своего отца. Узнала правду только в 1991-м, когда держала в руках его дело. Потом я хорошо узнала это название. ПФЛ – профилактический профильтрационный лагеря. И проходил он этот профильтрационный фильтр в Подольске, здесь вот рядышком. А потом найти не могли. Прошедший немецкий плен после войны Александр Гаврилов из-за доноса попал в ПФЛ по самой распространенной в те годы 58-й статье «Государственные преступления и контрреволюционная деятельность». Выйти из лагеря мужчине уже было не осуждено. В этот день в Екатеринском монастыре прошла поминальная служба. В людской памяти никогда не сотрутся годы лихолетия, когда по доносу невинного человека могли арестовать и расстрелять. Вечная память. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.